Всем привет ребят, с вами как всегда Дапа, я отсутствовал 3 недели, за это дико извиняюсь, в общем в сегодняшнем видео я бы хотел вам сказать 3 вещи. Первое, почему я отсутствовал, какой сервер я выбрал и кое-что связанное с приватными модификациями и сборкой. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Попадал 24 дня. Постараюсь максимально кратко, потому что если будут какие-то еще вопросы, я их лучше отвечу вам на стримах. В своем последнем ролике, где я назвал косвенные причины, по которым я ушел с предыдущего проекта, не называв самые основные, потому что это ну, приватная информация, скажем так. Я всех вас попросил в комментариях указать сервера, на которых бы вы хотели меня видеть. То есть я бы выбрал какой-то сервер, на котором больше всего было, так скажем, голосов. И я бы на него пошел играть. И знаете, очень много было комментариев, чтобы я пошел на какие-нибудь Адвансы, Даймонды, Аризоны, Вольф РП. Кто-то просил меня вообще вернуться на Гранд, но я, естественно, туда не пойду. На Ревент РП. Тоже сегодня это все обсудим. И в общем-то, друзья, я очень много комментариев перечитал и, признаюсь честно, сервер я, безусловно, уже нашел. О нем чуть-чуть попозже. Итак, как я уже говорил, я хотел первого числа вернуться, потому что к первому числу я уже вроде как определялся с сервером. Я выбрал для себя на тот момент Ракнет. Сейчас я не на нем играю, если что, сразу говорю, это просто так вот, как пример. Я выбрал для себя тогда Ракнет. И знаете, мне тогда очень сильно задурили голову. То есть я тогда ушел с проекта, и, по сути, мне нужно было где-то снимать. Я искал для себя хороший сервер, и Ракнет пообещал мне просто золотые горы, что все будет прекрасно. У них миллионы рублей вложены в развитие проекта, что сразу откроются пять серверов, будут заказаны рекламы во всех пабликах ВКонтакте, там, где только можно и будут топ-ютуберы снимать, миллионники. И вообще все-все прям очень круто. И знаете, самое смешное, что самым крупным сам-ютубером был только я. Как бы бред вообще. И, конечно же, к моменту открытия, которое поначалу предполагалось на первое число, а потом уже десятое, да, плюс десять дней еще пришлось ждать. Это первое причем, почему я задержался уже на десять дней. Было открыто уже не пять серверов, а всего лишь два. Более того, из обещанных тысяч из тысяч онлайна было всего лишь двадцать человек на первом сервере и ноль на втором. Полный пиздец. На второй день вообще ситуация скатилась, это был просто шлак. Меня попросили записать тогда ролик, типа сказать, что я прихожу на этот сервер, сказать, как он крутой. И знаете, по системам, которые они мне рассказали, я их не видел лично. Я подумал, блин, реально классный проект, все такое новенькое, все прикольно. А на деле же, я записал видео, сказал, что я туда пойду, но выкладывать я его не стал. То есть просто сэкономил время, чтобы если все реально круто, я выкладывал ролик. Если нет, я его не выкладываю. И естественно, когда мне дали доступ к серверу, за пару дней, блядь, до открытия, я подумал, что там все уже сделано. Ведь туда реально были тысячи рублей, просто миллионы вложены. Как минимум в сам сервер, так и в сам сайт и так далее, и так далее, я зашел. При регистрации баг. Появляешься в небе просто в каком-то. Деньги снять что-то нельзя, положить нельзя. Какие-то еще проблемы. На руках полтора миллиарда, да, у каждого было полтора миллиарда. Даже на самом открытии был баг, у каждого было полтора миллиарда. Бизнесы раскупали только так. Короче, полнейший бред. Сервер был просто весь баганный. Как оказалось, никаких там работ не проводилось. Всем на все было насрать. И сервер был открыт только ради того, чтобы срубить доната. Слава богу, что не снял ни ролика, ничего-то еще. Мне дико стыдно за то, что я вообще проебал из этого сервера время. Именно поэтому мне пришлось проебать почти что, блядь, не знаю, полторы недели из-за дурацкого сервера. Но слава богу, что я ничего вам не сказал. Не сказал, что я на него иду, потому что, ну, это полный шлак. Более того, многие ютуберы, которые стримили этот момент, они просто по фану заходили на этот проект, чтобы посмотреть, что там такое. Что же за открытие такого глобального проекта, который хотел купить всех ютуберов вообще во всем сегменте сампа. Зашли и, как я уже сказал, там люди летали на метлах, с деганами всех убивали. Анти-демзон вообще не было. То есть, просто вакханалия полнейшая и сервер через 3 дня просто закрылся на якобы какое-то бета-тестирование. Короче, полный бред, мне уже неинтересно. Ради галочки советую вам туда даже не заходить, не связываться с этим сервером, потому что все там чисто ради бабок. И руководство просто гнилое, как оказалось. Я в ахуе просто был. Хотя изначально, как и к любому руководству разных серверов, я всегда отношусь с уважением и к людям, к этим относился с уважением. Если они просили меня подождать, я ждал, как бы все там, с терпением у меня было, все такое. Но когда, блядь, вот до такой степени все скатилось, когда куча обещаний, в итоге все полная хуйня, было очень даже обидно только для себя, потому что полторы недели просто в никуда ушли. Ну что ж, полторы недели прошли, сервер просрался. Хотя они мне заплатили уже на деньги, я сказал, без проблем, я все верну. Я все до копейки им вернул, нахуй, типа, и даже связываться не стал. Признаюсь честно, даже платили много. Я мог бы даже в достатке жить тут и, знаете, компьютер себе хороший купить. Но уж пускай, блядь, будет так. Нахуй этот сервер, нахуй, блядь. Идем дальше. Я подумал, окей, все равно очень много серверов мне насоветовали и, по сути, я же ищу для себя сервер с тремя, скажем так, категориями. Первое, это сервер, который мне раньше не знаком, чтобы был какой-то индивидуальный мод, на котором бы я играл и развивался сам. И вам было бы смотреть на это интересно и со мной развиваться, возможно, или показывать мне что-то. Второе, это большой онлайн, чтобы просто мне какой-то фидбэк шел. То есть, когда знаете, снимаете на серверах, не только вы отдаете своих подписчиков, а и к вам приходят люди с сервера, которые будут вас смотреть. Это тоже очень круто. Например, так сейчас многие ютуберы развиваются. Тот же Lightjoker, вы его прекрасно знаете, имеет онлайн на стримах больше, чем у меня в свое время. Потому что, блядь, я снимал на серверах, на которых просто отдавал своих подписчиков, а сам практически ничего не получал. Ну, за исключением Ревента. На Ревенте была другая ситуация, там было все хорошо. Ну и третий пункт, по которому я выбираю сервера, это просто пунктуальность руководства, чтобы они все четко делали. То есть, четко, все по правилам, помощь там, что-то еще, чтобы вот никаких задержек, ничего-то там, типа, знаете, завтра, 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 послезавтра, и через месяц там что-то там еще может быть сделают. Я подумал, очень много комментариев было людей, которые просили меня пойти на Diamond или Advance. Сразу скажу, что с Diamond мне просто не удалось договориться. Они не согласились с мной сотрудничать, но бывает такое. Поэтому Diamond просто отошел в сторону по причине выбора самого руководства. Advance, не менее отличающийся от него проект, и знаете, когда я написал Advance, я знал, что этот проект согласится с мной сотрудничать, потому что они меня на протяжении полугода часто звали, и, конечно, они согласились, со всем договорились, и как со всем. Они просто сказали, мы согласны, мы тебе сейчас выделим сервер, мы тебе сделаем промокод, чтобы твоих подписчиков ты звал, и они там прокачивались за счет этого промокода, ну, на халяву какую-то все любите, конечно. Advance, не в обиду, им просто кормили завтраками практически меня. То есть сегодня там, да, завтра с тем, завтра, послезавтра, послезавтра, я флудил в личку часто очень, и мне не отвечали. Я не хочу ни в коем случае никак не ехать на Advance, с уважением, как отношусь к этому проекту, но все же дикая непунктуальность. То есть я в очередной раз потерял чуть больше недели, потому что сначала мне уже дня через 4 вроде как определили на какой-то там сервер, да, и промокод уже почти сделали. Как в итоге оказалось, что потом они снова передумали давать мне другой сервер, захотели дать другой, и так далее, и так далее, и так далее. Время потеряно, я уже сижу просто думаю, блядь, что за блядь, сказали, типа, все, завтра мы тебе все сделаем. Я такой, ну окей, писать ничего не стал, сутки прошли, ничего, ни ответа, ни привета, я подумал, ну хорошо. Сразу скажу, что сам PRP отпадает, это 100%, даже не зовите меня на этот говнопроект, на нем ютуберы умирают. Спросите у любого ютубера, на стримах к ним зайдите, спросите, как вы относитесь к сам PRP. Каждый скажет, что сам PRP сейчас полное говнище для струбобабок и наеба вас на донат. Эвольф РП. В свое время мне было желание сотрудничать с этим проектом, ничего не имея против ютуберов, которые на нем снимают, но для меня это не более, чем донат машина. Похоже на сам PRP, но разве что чуть-чуть получше в плане руководства всех отраслей, так скажем, этого сервера. Но опять же, из-за того, что весь сервер это только копты и только читы, аимы, метла, что-то там еще, я не шарю в этих вещах. Просто я не хочу играть на сервере, на котором бы, мало того, что куча читеров, так еще я был ограничен в контенте. Вы знаете прекрасно, что я не снимаю копты. И даже если бы я их начал снимать, а свои нубы стрельбой что-то там делал, 5-10 роликов, я бы сам устал от коптов. Это просто предел бы был. Что бы я там снимал? Админ будни? Ну такое себе. На Эвольф РП там просто по КД читеров банит. Ну это полный бред. Не в виду опять же Эвольф РП, но я не хочу идти на этот проект. Что же остается в остатке? Аризона и может быть какие-то еще проекты, которые менее популярны, просто на уровне там, не знаю, Гранда какого-нибудь. Знаю то, что многие из вас были против Аризоны и писали типа, ой, сейчас и Дапо скупят, там они ведь всех скупают, они ведь самый богатый проект. Друзья, это не так. Аризона ни в коем случае не стремится кого-то скупить, если бы она попыталась кого-то скупить, я бы давно на ней снимал. Как вы прекрасно знаете, еще год назад, прошлым летом, мне Аризона предложила снимать. Они предложили нехилую сумму, я поснимал два ролика и ушел, потому что на тот момент у них был конфликт с Ричи и многие просто хейтери этот проект, в том числе и хейтери бы меня. Ради вас тогда я и ушел с этого проекта. Сейчас ситуация полностью обратная и у них прекрасные рейтинги и все ютуберы, которые снимают на Аризоне, так или иначе достигают успеха, какие бы они ни были. Гетто ютуберы, гость ютуберы, а я какая-то смежная часть, которая способна снимать и что-то гостническое, скажем так, блять, и что-то из гетто. При этом я никогда не снимал копты и что за копты на Аризоне, я не знаю. Знаю то, что их не особо хвалят, играются неплохие, но мне радует то, что на Аризоне присутствуют две банды. Это нон-РП банды и РП банды, в которых нет коптов, да, на удивление. То есть я любил всегда состоять в банде, но не ходить на копты. Для меня это было неинтересно, потому что, знаете, есть такие люди, которые ценят сам только за стрельбу, только ради того, чтобы пойти, пострелять и выйти. Да, я люблю стреляться, это безумно круто, я учусь до сих пор делать плюс С, но все равно ограничиваться одними коптами и заходить только на копты, это маразм. Это неуважение совершенно никакое к игре. Если вы забиваете хер и не смотрите на основной интерактив на сервере, это просто, блин, идиотизм, сори. Не могу просто слов подобрать, поэтому Аризона это прекраснейший проект, потому что за три дня последних игры на этом проекте, не снимая никаких роликов, изучая этот проект, скажем так, поверхностно, с подписчиками своими, которые меня уже узнали, я понял, что на этом проекте, даже если ты не в банде, ты скучать не будешь. У тебя есть доступ ко всему, ты можешь все что угодно делать, развиваться. Я дико ошибался от этого проекта, потому что, знаете, вот не знаю почему, но очень уж он крутой. Меня боялся большинство того, что найти куча маппинг, каких-нибудь неинтересных систем. На деле же, я очень долго искал проект без багов. Аризона это тот самый сервер. Совсем недавно вышел крашер, который крашит все сервера. И только Аризона и какой там еще сервер уже сделали защиту. То есть на этом сервере уже не будет никого крашить и убивать. Вы просто подумайте, прошел всего день и уже сделана защита на этот краш. Поэтому я огромнейшее уважение испытываю к этому проекту, к его руководству и ко всему вообще в целом. Потому что очень все грамотно урегулировано. И вот поверьте мне, как я уже сказал, Адванс меня динамил просто больше недели. То есть завтраки, выберем сервер, не выберем сервер. Я написал Аризоне и знаете, что самое удивительное? Меня это дико удивило. За несколько минут мне дали согласие, определили на сервер. Промокод разрешили. Ну как разрешили, они предложили. Я выбрал промокод хэштег DAPO, то есть решетка DAPO и так далее. То есть все определили полностью, скажем так, заключен был контракт с сервером. Единственное, что необходимо было, это от меня полноценное подтверждение, что я никуда потом не съебусь. Знаете, типа там мне там, ой, мне предложил там волосиничка РП 50 тысяч за ролик. Пойду-ка я к ним снимать. Нет, я сразу сказал, что я согласен с вами, просто у меня еще небольшой будет перерыв, потому что мне нужно было уехать. Пунктуальность у этого сервера огромнейшая и это очень-очень хорошо. Мне это очень нравится. Да, если уж у вас дичайший бомбит, вы думаете, ой, Аризона там плохой силы, лучше бы пошел на Ивольф, летал на метле и стрелял по каптантам, или пошел бы лучше на Адванс, где все с гонщиками играют и что же еще там делать, я не знаю. Ребят, можете смело отписаться от моего канала и все. Я хочу ценить только тех, кто смотрит меня, потому что я им интересен, неважно в каком проекте я снимал. Даже если бы я снимал на говно РП, где бонус миллиона рублей, там долларов точнее вертов, я уже путаюсь. Им было бы нас раз, они играли со мной и веселились. Поэтому, друзья, могу смело вам сказать, что Аризона это очень хороший проект и просто подумайте головой, все те, кто хейтит Аризону. Неужели плохой проект, как вы говорите, Аризона имел бы такие рейтинги? Я не думал, что там играют боты, потому что когда я заспавнился в Лас-Вентурасе, отбежал в центр этого Лас-Вентураса, где казалось бы должна быть тишина, по карте постоянно мелькали разные люди, такое ощущение, что я нахожусь в Лос-Антосе, где еще больше толкучка. Сервер грамотно распределил игру по всем трем городам и где бы вы ни находились, везде будет какой-то интерактив, будет веселье какое-то. И РП, и нон-РП, и все, что я люблю, то есть все там будет. Там даже вроде какие-то капты с плюс С есть, или без плюс С, что-то я очень не сильно в этом шарю. Возможно, даже с него когда-нибудь капт, посмотрю, что это такое, потому что я этого раньше не делал. Поэтому, друзья, я уже так вот плавно перешел к пункту того, почему я выбрал именно Аризону, именно этот вот проект. Я искренне надеюсь, что вы меня поймете и не будете писать нелепые комментарии. Сразу скажу, что хейтеры комментарии можете даже не писать. Я либо вас блокирую, либо просто вы уже заблокированы и ваши комментарии видите только вы. То есть ваши комментарии никто другой не видит, лайки вы ни от кого не получите, вас никто не услышит. Так вот действует политика Ютуба, я безумно этому рад. Но все те, кто рад тому, что я перешел на этот проект, желают мне развития, потому что я знаю, что мое будущее за этим проектом, так как он очень популярный, я буду стараться ради этого проекта, ну и ради себя, естественно, очень сильно. Поэтому мне нужна будет только ваша помощь в плане игры, приходите ко мне на Аризону Сейн Троуз. Да, именно на этом сервере я буду играть. Промокод, все это будет в описании. Мой никнейм все тот же, да, подоп, он везде на всех серверах один и тот же. Я всегда играю только с этим никнеймом, чтобы не путаться, конечно же. Ну и теперь переходим к третьему пункту, это модификации. Как вы помните, на своем предыдущем проекте, именно Grand RP, я разыгрывал 10 приватных модификаций. Я знаю то, что многие из вас ждали, но потом я резко ушел и сказал, просто на время замораживаю данный конкурс, потому что моды никуда не делись и вы все получите. Ну именно те люди, которые прокачивали аккаунты. Ну так вот, у вас есть, скажем так, два выбора. Первый, это вы скажете, да ну нафиг эту Аризону, да, да, да я там прокачался на Grand RP, да дайте мне 10 приватных модов, я их заберу и все, и насрать, да, там. Пожалуйста, можете выбрать этот легкий путь и моды ваши, но только тем, тем, кто уже написал мне сообщение. Не пытайтесь меня наебать, типа, ой, я прокачался, а сообщений не будет. Нет, меня так не обманете. Это первый выбор. Второй, более выгодный для вас. Я предлагаю вам получить 15 приватных модификаций за дополнительную прокачку на сервере, на которой я на долгое время устаюсь. То есть данная прокачка играет двойной плюс. Мало того, что больше модов сейчас, приватных модов, приватных модов сейчас, так еще и в будущем, скорее всего, так как я добрый человек, буду разыгрывать еще больше модов, и ваша регистрация на этом сервере, на мой никнейм и промокод сыграет очень важную роль, и вам не придется потом заново качать аккаунт, что-то типа того. Вы просто будете иметь аккаунт на хорошем сервере, играя вместе со мной, потому что сами знаете, какой у меня контент. Я не гетто, тащер, ютубер, там, которого могут подозревать, там, знаете, в гонщиках, там, аимах, каких-то там, в хае, что-то типа того. В общем, с моим видом контента, людям, которые меня смотрят, будет интересно. Так что, если вы желаете получить 15 приватных модификаций, то, внимание, делайте все строго по инструкции. Заходите на Arizona St. Rose, IP в описании. При регистрации обязательно указывайте мой никнейм, это очень-очень важно. Он все тот же DAP-ADOP. Зарегистрировались? В пункте MM вы можете указать мой промокод, он действует с 6 уровня, он выдает вам какие-то там деньги, может быть, что-то там еще, я пока не узнавал, честно. В следующем ролике я уже уточню, чтобы вам корректно уже подать информацию, потому что сам еще не знаю, что дает вам промокод, но знаю точно, что он вам выдает 200, вроде 1000 вирт. Это очень-очень много. Плюс ко всему, скорее всего, на стримах я буду также раздавать деньги, так как у меня, как оказалось, очень-очень много подписчиков играет на Arizona St. Rose, и один из них меня очень сильно выручил. Он мне дал денег, он мне помог найти отель, в котором сейчас живу, машину мне купил, он все сделал, понимаете? То есть на халяву мне просто человек помог, я безумно ему благодарен. Единственное, что меня не устраивает, друзья, это только то, что я живу в отеле, это такое себе, я бы хотел отдельный дом для себя. Поэтому я бы хотел у вас спросить у всех-всех людей, которые, возможно, уже играют на Arizona St. Rose. В общем, я бы для себя хотел бы приобрести вот этот вот домик, вот вы видите его на экране, но к великому сожалению, на данный момент он занят. Занят этим человеком, вот это вот его никнейм. Если вдруг вы его знаете, или он знает меня и смотрит меня сейчас, я бы хотел попросить, возможно ли мне с тобой как-то сторговаться, купить у тебя его там, или ты мне его, может быть, так вот отдашь, я даже готов тебя подселить обратно, чтобы ты просто жил у меня в доме. Просто мне очень нравится дом, если нет, или ты там, например, не хочешь, ты подойди, ты нахуй, да, поничего тебе не продам, базару ноль, я приму твое решение в любом случае. Просто было бы реально признательно, если бы ты мне его подарил или продал, можешь как-то адекватно договориться по какой-то адекватной цене разумной, потому что реально дом очень классный, и моим подписчикам было бы проще меня находить, потому что я бы тут сориентировался. Но пока что я живу в отеле, и на парковке ставлю свою машину, а очень бы хотел этот дом. Если это будет возможно, я был бы безумно рад. Ну а так, если уж не продаст он мне этот дом, ну, будем искать другой какой-нибудь, я не знаю, поищем. В любом случае домов еще можно много найти. Главное красивых и где-нибудь в гетто, потому что там более такая приятная для меня атмосфера, что ли. В принципе все, я ни в коем случае не хотел затягивать так длинно ролик, но в любом случае, так как меня давно не было, у вас накопилось много вопросов, я должен был дать на все на них ответы. По поводу Реван ТРП, я уже отвечал, я не пошел на этот проект только потому, что я на нем проснимал целый год, и сами понимаете, снимать 10 лет на одном проекте это маразм, потому что знаешь о проекте абсолютно все. Я бы ничего больше там нового не снял, ну согласитесь просто. На Гран ТРП вас сейчас, естественно, не буду, и еще одна просьба. Сейчас очень сильно верюсится инфа, типа, что меня Гран ТРП кинул на деньги. Ребята, я не хочу никак это обсуждать, пожалуйста, не пишите мне больше это в личку, мне уже заколебало отвечать всем, ничего говорить не буду, все. Было, не было, не важно, все, закройте эту тему, пожалуйста, не пишите мне ни в комментариях, ни в личку, кинули, не кинули, не важно, как бы это личное дело, все. Тем более я называл причины, по которым я был вынужден покинуть проект Гран ТРП. А так, я всех очень сильно жду на Аризона Сейнт Роуз. Я надеюсь, что этим проектом у меня будет все хорошо, потому что он мне нравится как минимум тем, что там очень много интересных систем, я буду их узнавать, и скорее всего, именно при помощи вас. Либо вы там уже играете, либо будете развиваться вместе со мной, потому что роликов будет очень много интересных. А также, скорее всего, новенькая сборочка. Но это я пока не обещаю, потому что она уже готова, но как бы я думаю, сливать вам ее или сливать, знаете. Но если на ролике накопится лайков много, я солью вам сборку. И да, спасибо тебе, дружище, что досмотрел до этой секунды, потому что если ты досмотрел до этой секунды, то ты мой преданный подписчик. Ты красавчик просто. Красавчик. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Дапа, я полноценно вернулся, но на пару дней еще пробуду, потому что мне нужно будет уехать. Ну вот это все ерунда, в пару дней я приду, и там будут полноценные стримы, ролики каждый день. Сливов будет много, потому что вы очень сильно меня просили много проводить стримов. Теперь их будет очень много, скорее всего, даже по два в день. Я буду стараться все для вас. На этом все, с вами был Дапа, теперь точно пока, увидимся в следующем ролике каком-нибудь интересном. Не прощаемся. Медуза, 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 мы друзья. Медуза, медуза, медуза. Медуза, медуза, медуза.